Лукашенко спас Казахстан, а также проект новой конституции. Темы, которые активно обсуждаются в белорусских государственных СМИ. Конституция оказывается уникальная, и ни одна страна мира до такой еще не додумалась. Что еще на сей счет говорят гос.МИ, расскажем сегодня в программе «Лукавые новости», где мы разоблачаем вранье и пропаганду. Я Анна Галета, и мы начинаем. Марат Марков, руководитель телеканала ОНТ, решил объяснить, чем проект новой конституции отличается от старой. И для этого позвал в гости белорусского провластного кандидата философских наук Николая Щекина. Сегодняшний проект конституции, который уже обсуждается, он очень интересный, он уникален. И подобного сценария обсуждения вообще в мире не было, кстати. Но есть опасность, что даже когда примем этот уникальный проект, вопрос возникает, сможем ли мы соответствовать этой уже конституции, сможем ли мы себя поменять. В чем уникальность проекта новой конституции, и слов Щекина мы так понять и не смогли. Впрочем, мы давно заметили, что он питает страсть к этому слову. Сейчас к президенту Республики Беларусь выстраиваются все в очередь, для того, чтобы не просто поговорить, а чтобы тот уникальный опыт по защите своего государства перенять. Референдум, во-первых, с точки зрения для нашего общества. Это уникальная возможность каждому высказать свое мнение. В этот раз Николай Щекин заявил, что только Беларусь совершенствует свою конституцию. В других странах последние десятилетия конституции вообще не меняются и не играют там уже никакой роли. В последние 30-40 лет вообще конституции в мире не меняются практически, а конституция подменяется законами, директивами и всеми возможными соглашениями, вот как в ЕС. То есть конституция там не играет уже никакой роли. Это неправда. Для примера, в апреле 2021 года конституционный референдум прошел в Кыргызстане. Тогда страна от парламентско-президентской формы правления перешла к президентской. В 2020-м в России прошло общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в конституцию. В 2019-м через референдум утверждали конституцию на Кубе. Можно и дальше перечислять подобные примеры. Напомним, что Николай Щекин в прошлом году в эфире СТВ уже заявлял, что нигде в мире не проводятся референдумы, только в Беларуси. В одном из прошлых выпусков мы уже доказывали, что это вранье. За последние 20 лет в Восточной Европе и вообще на Западе не было вообще референдумов. Будет прецедент. Референдум по конституции в Республике Беларусь, по большому счету, сломает все мировоззрение на Западе. Это будет удар сильнейший, по так названной в кавычках демократии. Вот это самое важное. Правильно здесь говорил о том, что это будет поставлена точка. Но вернемся к интервью Щекина Марату Маркову. Говоря о ситуации в Казахстане, на фоне мудрой кадровой политики Александра Лукашенко, он говорит о том, как тасует своих чиновников президент Казахстана Такаев. С чего начал Такаев? Марат Сергеевич, с кадровых перестановок. Провал государственной кадровой политики полный. А вот как в противовес провальному Такаеву действовал после белорусских протестов Лукашенко. Первым делом отправил в отставку главу КГБ, переместив его на должность государственного секретаря Совета Безопасности. Главу КГК, главу Совета Безопасности также перевел на другие должности. Заменил главу МВД. Глава Совета Безопасности с января 2020 по январь 2021 поменялся четыре раза. Нынешний глава КГБ Иван Тертель за 2020 год сменил три должности. Кстати, по мнению Щекина, спас Казахстан именно Лукашенко. Александр Григорьевич Лукашенко единственный глава в мире, глава страны, который стал на защиту суверенитета другой страны. Напомним Николаю Щекину, что в военном контингенте ОДКБ в Казахстане, кроме Беларуси, участвовали еще четыре страны. Россия, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Поэтому Лукашенко никак не может быть единственным, кто стал на защиту суверенитета Казахстана. Кстати, оба собеседника никак не разделяют мирных протестующих в Казахстане и мародеров. Верховный комиссар ООН, я вот вернусь немножко в международную плоскость, да? Она заявила, что всех арестованных в Казахстане нужно отпустить. А там уже около 10 тысяч, да, на сегодняшний день. Потому что они осуществляли свое право на мирные протесты. То есть все видео погромов, убийств игнорируются полностью. Это потасовка фактов. На самом деле, верховный комиссар ООН по правам человека осудила насилие со стороны протестующих в Казахстане. По ее словам, протестующие, независимо от того, насколько они рассержены и в какой мере пострадали, не должны прибегать к насилию в отношении других людей. Фраза про «освободить всех» звучала так. Бачилет призвала освободить всех, кто был арестован и помещен под стражу, лишь за осуществление своих прав на мирный протест и свободу выражения мнений. Для тех, кто что-то недопонял в этой фразе, представитель управления ООН по правам человека Лиз Троссел через неделю уточнила, что речь не идет о лицах, применявших насилие. Те, кто был задержан исключительно за то, что воспользовались своими правами, должны быть немедленно выпущены на свободу. Принимая во внимание кадры с изображением сгоревших зданий в Алматы, можно предположить, что некоторые люди были арестованы по обвинению в уголовных правонарушениях. Но Щиркин и Марков убеждены, что в Казахстане все, кто вышел на улицы, это террористы. И даже заявили, что Германия их намерена поддерживать. Тут еще надо добавить, может быть, вы этого еще не знаете, готовится документ в Бундестаге, интересный, по которому будет окажаться материальная помощь. Кому? Террористам. Тем, кого сейчас посадили. В отличие от Лукашенко, президент Казахстана признал, что основания для выхода на протесты у казахов были. В стране большой разрыв в доходах между богатыми и бедными. Тем самым он признал существование мирных протестующих на улицах казахских городов. И заявил, что намерен эту проблему решать. Щекин и Марков же убеждают телезрителей, что у Казахстана нет иного пути, кроме белорусского. За чистки несогласных в течение десятков лет. Нам понадобилось, еще понадобится сколько времени, чтобы из этих нор вытаскивать этих мерзавцев, которые нас с вами хотели убить, повесить. А представляете, сколько Казахстану придется наводить порядок? Десятилетиями. В общем, премия Пиноккия за многочисленные манипуляции темой новой конституции, которую даже еще не приняли, отправляются руководителю ОНТ Марату Маркову, а также его собеседнику Николаю Щекину. Снова к теме поправок в конституции. Пропагандисты ездят по стране и объясняют трудовым коллективам, зачем нужна конституция. А потом в комментариях корреспондентам рассказывают, какими горячими были эти дискуссии. Правда, видео с этих обсуждений в эфире телеканалов практически не показывают. Вот недавно и Лукашенко заявил о том, как интересна белорусам его конституция. Как мне докладывают и то, что я вижу, предложенные поправки вызвали живой интерес. Сам процесс изменения в конституцию и предстоящий референдум вызывает интерес у наших людей. Это естественно. В диалоге участвуют все группы и слои населения. А вот как на самом деле выглядит живой интерес, о котором докладывает Лукашенко. Работа политическая никогда не прекращается. Референдум и дальше снова мы готовимся уже к следующей важной политической кампании. Если говорить о перспективе. Ну, мы с вами работаем полтора часа. В принципе, это адекватное время, как советуют в Академии управления. Больше и не стоит проводить. Журналистка «Минской правды» побывала на встрече пропагандиста Вадима Гигина с жителями Слуцкой. И все сняла на видео, за что ей большое спасибо. Благодаря ей мы узнали, что же беспокоит граждан. Если не считать долгого выступления делегата Всебелорусского народного собрания от Слуцка, которому это положено по должности, то из зала Гигину прозвучало лишь три вопроса. Не могли бы вы назвать нам признаки суверенного государства? И каково ваше личное восприятие и понятие институции? Там есть такой конституционный посыл, что каждый гражданин Беспублики Белорус должен заботиться о своем здоровье. Что это подразумевает заботиться о своем здоровье? Открутим вам завесу, пожалуйста, из поступивших предложений проекта Конституции. Какие из них были самые массовые, а какие неординарные, странные, возможно? Вадим Гигин честно пытался раскачать зал и предложил обсудить, нужна ли реформа административно-территориального деления. Но залу тема была неинтересна. У кого-то, может быть, мнение есть? Как представитель сельских советов? Какие есть? Или все нормально здесь? Я просто попрошу вас поделиться своей точкой зрения. Я понимаю, я так сформулировал, тут надо подумать. Но может, у кого-то есть мнение на это еще? Олег? Наверное? Все устраивает, когда-нибудь. Встречу сложно назвать оживленным диалогом власти и народа. Даже обычным людям непонятно, что можно обсуждать в проекте очередной Конституции Лукашенко. Поэтому еще одна сегодняшняя наша премия Пинокки отправляется Лукашенко и белорусским пропагандистам за преувеличение интереса обычных граждан к проекту новой Конституции. Меня зовут Анна Галюта. Вы смотрели программу «Лукавые новости», где мы разоблачаем вранье и пропаганду. До встречи в следующую пятницу. Эта программа была создана Белорусским расследовательским центром для Белсад-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова